Слава Украине! Приветствуем от Полонского! Рашисты не могут защитить Санкт-Петербург. Ну, они, правда, не указались на чемпионат. Ладно, не будем говорить от кого. Потому что защищать Санкт-Петербург надо от московитов, а не от Украины. Украина просто уничтожает московитские, знаете, осередки вокруг Санкт-Петербурга. То есть, легальные военные цели. А жителям Санкт-Петербурга Украина пока что не угрожала. Им угрожает только Путин и его зловещая банда, утилизирующая жителей Ингрии на войне в Украине. Утилизирующая жителей Ингрии, то есть района Санкт-Петербурга, всякими там свалками с химическими отходами со всей таблицей Менделеева и так далее. Но многим это неведомо. Итак, друзья мои, в Госдурке сегодня заявили о том, что официально Санкт-Петербург им защищать с воздуха нечем. Тупо нет ПВО. Как я вам и рассказывал, и причем об этом заявил не кто-то там, не какой-то там, я не знаю, шмындель какой-то, я не знаю, из подворотни. Это заявил Картополов, он у них там, председулькин, оборонного комитета Госдурки. Это вам не шайка-лейка. Ну, это все шайка-лейка. Но это верх шайки-лейки вот этой путинской. То есть, он знает, в данной ситуации он знает, о чем он говорит. И он сказал так, что если мы будем, например, защищать Санкт-Петербург, то нам придется снимать ПВО с Выборга, например, снимать ПВО с Царского села. А я чуть не понял, а зачем? Вот я честно, я вот не понимаю, я же там, я еще раз говорю, я там служил в армии. Царское село. Объясните, нахрена там ПВО вам? Я не понимаю вот этой самой системы. Вы что, дворцы там охранять собрались? Мы их бомбить точно не будем. Это не военная цель, это ерунда. Знаете, что он сказал? Что как же мы будем, говорит, защищать объекты архитектурного и культурного наследия? А их что, кто-то бомбит? Ну и, короче, по-моему, в Царском селе у них тоже нихрена нету. Потому что там, а, разве что там дача Путина тогда? Ну, извините, да. Если там есть дача Путина, тогда да. А в Выборге и подавно оттуда все же поснимали. С финской границы все снимали. Выборг вообще финский город. Чего вы там его защищать собрались? Передайте его Финляндии и забудьте, что он у вас есть. И вообще будет все нормально. Выборг будет свисти и пахнуть. И они превратили его в помойку, елки-палки. Ужас. Вот. Так, то есть, Картопола вот этот вот, он заявил то, о чем я вам всегда говорил. У них ПВО в состоянии защищать лоскутками. Да, то есть, там кусок, сям кусок, здесь кусок. То есть, они защищают места, где есть дачи у Путина, путинские дома. Это они четко защищают, ставят ПВО. Они пытаются защитить Москву. Ну, все мы видим как. Наши дроны туда прилетали ни разу, ни два. И они пытаются защитить местами какие-то нефтеперерабатывающие, огромные, большие, самые большие нефтеперерабатывающие предприятия. Вот. Ну, типа как вот в Ярославле, куда дрон прилетел. И несколько десятков метров, к сожалению, не долетел до того места, куда он там был. Стремился. Ничего, не волнуйтесь, прилетит. Будет все нормально. Вот. А так вот Туапсейн, мы видим, уже они защитили, конечно. Да, и услугу защитили просто слов нет. То есть, ребята, мало того, что они защищают, знаете, вот как лоскутками, да, так еще же криворукое ПВО и недолугое ПВО. И оно не приспособлено абсолютно к ловле дронов, да. Ну, и глупо как бы, да. Хотя, в принципе, жезвия наша не использует это дело. Сколько стоит ракета С-400? А сколько стоит дрон, собранный из гей-палок, из дырчиков с Алиэкспресса? Вот и я об этом. Послать им туда 5000 дронов за один день. У них запасы ракет исчерпаются моментально. Ну, чего не оставится? Будут сходить с рогатками пулять по дронам. Вот и все. Рецепт все простой. Вот. Ну, я уверен, что наши в курсе дела, наши это сделают рано или поздно. Так что, вот этот огромный милитаризованный черт, которого все себе в голове нарисовали, что он такой великий, такой могучий и так далее, он оказался просто без ПВО. А то, что есть, но оно не приспособлено для ловли простейших, элементарных, воздушных пепелацев, типа вот этих машущих крыльями за 500 баксов. Ну, извините, извините. Кто на что учился? Все будет Украина, а нефтезаводов у вас не будет.